Я довольно долго не играл в Destiny 2. Точнее, играл в суперограниченном режиме и многое, признаться, упустил. Я знаю, что много нас таких, кто ушёл из игры год назад, два или вроде того, но сейчас, когда до дополнения финальная форма остаётся уже меньше месяца, многие возвращаются, чтобы приготовиться к финальной битве. И такие игроки испытывают растерянность, неясно, что стоит внимания, а что нет. Оказывается, в игре есть контент. Я сам оказался, как я уже сказал, в таком же положении, так что последние пару недель читал пропущенные патчноуты, смотрел видосы, изучал статьи, чтобы разобраться, как лучше подготовиться к выходу финальной формы. Так что в этом видео я перескажу вам 15 простых пунктов, на которые нужно потратить время, чтобы не упустить ничего важного перед схваткой со свидетелем и подойти к ней в лучшем виде. Я имею в виду такие вещи, как проверить некоторое оружие, материалы, квесты, которые вам нужно получить до того, как они будут удалены в Final Shake. Уверен, что советов можно будет найти ещё больше в комментариях под этим видео, так что, знатоки, прошу, не стесняемся, пишем в комментариях, на что ещё советуем обратить внимание таким игрокам, как я. Дожили. Начнём с первого вопроса, который возникает у каждого вернувшегося игрока. А как мне докачаться? Если ваш уровень силы замер на моменте, когда вы перестали играть, наверняка испытываете недостаток мощности своего снаряжения. И хоть в Destiny 2 сейчас прокачаться слишком просто и даже без советов, но всё же есть простой способ сделать это буквально за минуту. Вам следует отправиться в зал чемпионов из недавнего бесплатного обновления к свету. Здесь, из сундука около Шакса, вы получите снаряжение, которое даст вам мгновенный прирост к уровню силы до максимально возможного, 1810 уровня. Здесь также можно получить некоторые экзоты, если вдруг у вас их нет, но даже если они есть, заберите их для синтеза пригодятся, ну или разберите для получения материалов. Проделайте эту процедуру на всех своих персонажах, чтобы все трое ваших стражей были экипированы по максимуму. Кстати, про материалы. Не забудьте отправиться к этому маленькому терминалу в башне, чтобы забрать бесплатные ресурсы. Фишка в том, что вы можете забрать некоторые материалы из тайника сейчас, а ещё вы сможете забрать их снова уже после дополнения финальная форма. Важно, чтобы вы забирали их сразу, прям сейчас, потому что в этом терминале может храниться только один набор ресурсов за раз, так что если вы не заберёте его сейчас, то не сможете забрать его второй раз с финальной формой. У меня почти нет сомнений в том, что удалённые сюжетные кампании будут возвращены после финальной формы в игру. Но пока что это только моя теория. Однако у вернувшихся игроков всё же есть возможность освежить основные события игры в памяти. Икора сейчас предлагает квесты на раздел «Хронология событий», которые вернут вас в историю, например, отвергнутых, а в награду дадут экзоты, например, Монте-Карло. Эти квесты доступны бесплатно и не занимают много времени. Так что если ваш перерыв от игры был не год, а скажем три, это точно то, с чего вам стоит начать, прежде чем вы попытаетесь вникнуть в актуальный контент и разобраться, что у вас здесь такое происходит. Теперь давайте поговорим о материалах. Это может показаться скучным, но всё же это тоже важно. Вам необходимо обязательно, непременно, потратить свои залежи легендарных осколков. Да, тяжко может быть, количество их скопилось у многих в несколько тысяч, но это вам надо. Дело в том, что когда выйдет финальная форма, эта валюта будет полностью удалена из игры. Поэтому, чтобы сохранить ценность легендарных осколков, их нужно, ну, во что-то конвертировать. Самое очевидное – это блеск. Добейте его до капа в 500 тысяч. Ещё можно слетать на луну и жёстко закупиться фрагментами призрака, потому что после релиза финальной формы вы сможете продать эти фрагменты криптарху в обмен на блеск. Нет никакого ограничения на количество фрагментов, которые вы можете хранить, так что закупайтесь под завязку. Кроме этого, легендарные осколки можно потратить на покупку модулей улучшения у оружейника и флаги трофеев завоевателей у Хоторн. Ещё один простой способ облегчить себе жизнь в игре – это заходить в магазин раз в неделю и забирать бесплатную яркую пыль, которую Банжи раздаёт в магазине. Да, бесплатную. До запуска Final Shape вы сможете получать по 700 единиц яркой пыли каждую неделю. И если вы будете делать это постоянно, то сможете накопить приличную сумму, которую можно потратить на корабли, шейдеры, эмоции, украшения и другую косметику. Если вы заметили, что у вас закончились какие-то материалы, например улучшающие ядра, призмы или высшие осколки, то сейчас самое время ими запасаться. Это будет важно, когда вы будете штурмовать новый контент, дополнение и постоянно прокачивать свой новый лут. Будет очень неприятно вдруг заметить, что у вас закончились материалы, необходимые для прокачки, и тогда на месте думать, где же их срочно достать, отвлекаясь от нового интересного контента. Чтобы заработать все эти материалы заранее, вы можете установить мод в призрака, чтобы получать ядра, и еще, обязательно проверьте инвентарь, если у вас скопился ресурс «Изысканное волокно материи», и избавьтесь от него, просто распылив все, что есть. За каждый распыленный кусок вы получите по улучшающему ядру. Возможно, вы, как и я, пропустили то, что Банжи сбросили все награды от Ады 1 в башне. Это значит, что до конца каждого сезона вы сможете выполнить до 10 заданий на синтените, чтобы трансмагрифицировать свою броню в скины. Так что выполните сейчас несколько заданий, если хотите, чтобы на релизе дополнения ваш страж выглядел актуально, стильно в новой броне. Кстати, о стиле. Шейдер «Сверхчерный», добавленный с обновлением к свету, пожалуй, самый долгожданный шейдер, ведь он полностью черный. Вы только посмотрите, как круто он преображает внешний вид стражей. Но, к сожалению, после выхода финальной формы вы не сможете его получить. Шейдер станет недоступен уже 3 июня, за день до релиза дополнения. Так что успейте приобрести его до этого срока. Чтобы получить его, вам нужно достичь максимального ранга репутации у Шакса в Зале Чемпионов, а также завершить все квесты на оружие из этого обновления к свету. О чем еще я сам чуть не забыл, так это об инграммах торговцев. Перед релизом финальной формы следует проверить свой трекер энграмм и обязательно сдать все оставшиеся энграммы, которые будут здесь указаны. Это важно сделать, потому что все они исчезнут сразу после релиза дополнения. Однако советую подождать до конца сезона, до самого там, не знаю, 1 июня, например, прежде чем сдавать их, чтобы как можно больше повысить ранги у каждого торговца и получить лучший лут. Дело в том, что если вы несколько раз повысите свой ранг, например, в Гамбите, Гарниле и так далее, то начнете получать дополнительные ряды перков на каждое оружие, выпадающее из таких энграмм. Один из самых очевидных, но все же безумно важных пунктов не могу не назвать. Не забудьте избавиться от всякого хлама в своем инвентаре и хранилище. В финальной форме появится множество новых предметов, требующих места в вашем инвентаре. Да, конечно, в июне игроки получат плюс 100 дополнительных ячеек в хранилище, но этого все равно мало, когда речь заходит о старте нового контента, когда игроки сваливают весь новый лут в хранилище, чтобы потом как-нибудь разобраться, какой из них стоит того, чтобы оставлять, а какой распылят. Я сам почистил свое хранилище довольно плотно, убрав порядка 200 предметов. Советую сфокусироваться на экзот оружии, который занимает место, его распыляйте смело, вы всегда сможете достать нужный ствол из коллекции, а еще попылите старую броню из рейдов или любых других активностей, если общее число характеристик на них составляет меньше 65. Ну и еще, возможно вы пропустили, Санцетнуто 4 года назад оружие станет вновь актуальным с релизом финальной формы, так что некоторые пушки таки можно продолжать хранить, и они могут вам пригодиться. Хотя я, конечно, сомневаюсь, что оружие с перками почти пятилетней давности будет иметь хоть какую-то ценность, но для тех, кому оно дорого, это хорошая новость, главное не злоупотребляйте и не позволяйте ностальгии отнимать у вас сотни ячеек хранилища. А еще хорошая новость в том, что я решил вернуть на свой канал гайды, чтобы как в старые добрые мы с вами вместе прошли последнее дополнение к Destiny 2 и разбирались в нем что к чему. В этом видео нет рекламы, так что я буду очень благодарен, если вы поддержите мое решение вернуться к гайдам подпиской на Бусти, чтобы я знал, что стараюсь не зря. В описании ссылку оставлю. Далее поговорим об оружии, потому что есть несколько пушек, которые исчезают и больше не будут доступны с июня, поэтому важно получить их, пока есть возможность. Я не буду сильно душить вас советами по фарму, потому что сам не стал бы этим заниматься, вернувшись в игру после перерыва, но все же некоторое оружие получить стоит. Проще всего сейчас сосредоточиться на оружии из активности Асада, которое как раз связано с обновлением к свету. Оружие, которое она предлагает, это риюз лучшего и сильнейшего оружия за всю историю Destiny 2. Ну вы знаете, горная вершина, полночный переворот, паук-отшельник и многое другое. И даже если вы ушли из игры лет 5 назад, вы знаете наверняка эти названия. Их круто редизайнули, и получить их в таком виде можно тоже только до дополнения финальной формы. Когда вам выпадет такое оружие, оно будет иметь особый орнамент. Кроме того, такое оружие имеет бонусные перки, что делает его более желанным. Получить такое оружие можно, выполнив эти квесты. Набор перков на оружии по квесту не идеальный, но довольно близок к этому, так что уверен, что большинству из вас будет достаточно этих вариантов. Если же вы решите, что хотите другой набор перков на каком-то из этих оружий и решите пофармить, вам нужно активировать статую Шакса с выбранным оружием, и это значительно увеличит шанс дропа нужной вам пушки в осаде. Конечно, много и другого оружия, которое выходило в течение последнего года. Некоторое из них лучше, некоторое хуже. Но я обещал не душить вас, так что расскажу о главной возможности получить лучшее оружие из прошлых сезонов. Я говорю о том, чтобы собрать оружие прошлых сезонов для крафта в красных рамках. Во-первых, вы можете забрать у сезонных торговцев в шлеме. Во-вторых, каждый день в период с 7 мая по 3 июня игроки, завершающие разные сезонные задания, будут гарантированно получать по экземпляру оружие с красной рамкой. Это отличный способ очень быстро завершить сбор сезонного арсенала, если вы не фармили его до этого. Буквально 30-40 минут на прохождение в день логова Ривен или спирали, и вы получите образ. Задания не сверхсложные, и вам не обязательно собирать команду для них, не нужно ничего делать и на повышенной сложности. Просто заходите, проходите и забирайте рамку. Каждый день вы будете получать новое оружие, пока не завершите образ. Банжи уверяют нас, что по мере прохождения активностей, вам будет выпадать только необходимое оружие без повторов. И еще одно из первых дел, за которое я взялся после возвращения в игру, было прохождение квестов на желание Ривен. Это небольшие квесты, которые можно забрать у Марысов в шлеме, которые дадут вам особый ресурс, который вы тратите на ценный лут по вашему выбору. Например, благодаря ему можно получить оружие из рейда «Последнее желание» с красной рамкой, и разблокировать образы для крафта крутого оружия. Например, я скрафтил себе главного хищника, ракетницу из рейда. Я настоятельно рекомендую получить вам ее тоже. Это очень простой и удобный способ получить экзотику и рейдовое оружие, даже будучи игроком, играющим на бесплатной версии. И теперь про броню. Про экзотическую я имею в виду. Если у вас нет лучших экзотических шмоток, то вот несколько отличных способов разблокировать некоторые из недостающих экзотов. Во-первых, с недавних пор Икора предлагает 9 различных квестов на экзотическую броню. По одному для каждого подкласса света. На пустоту солнечные и электрические подклассы. Я имею в виду. Это хорошая возможность гарантированно получить экзоты для тех, кто только начал играть или недавно вернулся в Destiny 2. И еще важно отметить, что после релиза финальной формы у криптарха Рахула появится возможность получать новую экзотику. То есть не как сейчас покупать то, что вы уже когда-то выбивали, а вот прям новую. Это станет возможным, потому что у Рахула будет так же, как и у других торговцев, прокачиваться ранг репутации. Идея проста. Чем больше энграм вы расшифруете у него, тем выше ваша репутация. После того, как вы один раз заполните шкалу репутации и сбросите свой уровень, Рахул откроет доступ к новому рангу фокусировки на любой экзот на ваш выбор за одну экзотическую энграму и один экзотический шифр. Так что есть смысл сейчас беречь экзотические энграмы и шифры. Банжи сами так прямым текстами пишут в своих релизах. Полный запас экзотический энграм – это почти все, что нужно для фокусировки новой брони. Ну и один из самых популярных способов подготовки к новому контенту – засаливать контракты. Честно скажу, сейчас в этом смысла стало вроде как меньше, чем раньше, и может быть не всем это нужно, однако я все же сам сохраняю себе немного контрактов. Для тех, кто не знаком с этим способом, объясню. Вы выполняете кучу контрактов сейчас, оставляете их не с данными, а прожимаете их в начале нового дополнения, тогда, когда получите артефакт. Это делается для того, чтобы мгновенно повысить уровень своего батл пасса, а также разблокировать артефактные моды и повысить уровень силы этого артефакта. Если вы все же решили заняться засолом контрактов, то сначала соберите все еженедельные контракты, например, два с космодрома, два с Европы, два с города грез, луны, с лектурно оттуда же, потом переходите к остальным, не засаливайте обновляющиеся контракты, которые торговцы обычно предлагают в крайнем правом слоте. А для того, чтобы сделать такой засол более комфортным и знать, сколько именно опыта вы уже запасли, советую пользоваться сайтом Destiny Recipes. Это очень удобный трекер, который покажет вам все важные моменты по подготовке к новому контенту. Ссылку оставлю также в описании. Всего вы можете занять 63 слота для контрактов, но обращаю очень ваше внимание, не стоит забивать прям все под завязку, поскольку это число отражает сумму максимально носимых контрактов и квестов, а на релизе нового контента вам, ну, гарантированно будут давать море квестов. Поэтому есть риск, что в случае, если у вас будет занято все, квест может забагаться и вы не сможете продвинуться по важным миссиям. Так что десяток свободными оставить слотов точно стоит. Так, это был последний пункт, о котором я хотел сказать, но повторюсь, в комментариях наверняка уже кто-то меня дополнил или поправил, так что почитайте, что еще советуют. Я же скажу еще, что никакая подготовка к дополнению не должна превратить вашу игру и удовольствие от нее в работу, так что если вы решите что-то из перечисленного делать, например, солить контракт или формить красные рамки, убедитесь, что понимаете, зачем это именно вам. Ну или найдите пару подкастов, которые сможете включить на фон. Я всегда так делаю. Спасибо, что досмотрели видео до конца и да, вы все правильно поняли. На ближайшее время и какое-то время после финальной формы я возвращаю гайды на канал. Проведем мы это приключение вместе, как и раньше, в последний раз. Не забудь подписаться на канал, прожать лайк и увидимся. Самый лучший из лучших сар. Отличник. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok